Мы находимся в Алайне, в Турции, сейчас у нас немножко облачно, сегодня было плюс 20, где-то так довольно тепло, но солнца такого не было сегодня. Давай, что у тебя по плану? Почему мы 3 января выходим в прямой эфир? Сегодня такая знаменательная немного дата для нас, потому что 3 января 2020 года прошлого мы вернулись из Китая на каникулы, как мы думали, но задержались. И сегодня ровно месяц, как мы прилетели в Турцию. 3 декабря прошлого года мы уехали из России. Из Китая? Из... что ты говоришь? 3 декабря из России? Да, ровно месяц, как мы живём в Турции. Да, 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 я потерял месяц. Ну, коротко расскажу о том, кто ещё там мало про нас знает, потому что у нас много новых людей, мы очень рады этому. В общем, 3 декабря мы на неделю прилетели отдохнуть в Сиде, и пока мы жили в Сиде, мы искали квартиру. Сначала мы хотели остановиться в Анталии, два раза мы туда ездили с приключениями, и ну как-то... Да, 70 километров в одну сторону тяжело ездить, конечно, потому что Сиде приходилось добираться на маршрутке. Из Сиде на маршрутке в Манавгат, из Манавгата от автовокзала ехать в Анталию только. Из Анталии выбираться, добираться до Сиде ещё сложнее. Там приходится до трассы, до большой трассы ехать, вот как там, 5 километров от моря, от побережья. Вот, и очень тяжело. Мы то на попутках, у нас видео есть на Ютубе. Да, всегда с приключениями. Да, как мы ездили в Анталию, это очень тяжело было. Ну, не будем в это углубляться. В общем, два раза мы съездили в Анталию и решили съездить в Аланию. Мы только стали заезжать сюда на автобусе, и нас настолько всё это вдохновило, всё, что мы увидели. Поэтому мы остановились в Алании. Плюсы и минусы жизни здесь. Ну, за месяц, да, то, что мы за месяц успели заметить. Вот, давай... Начнём с минусов, чтобы закончить на положительной ноте. Минусы. Ну, во-первых, здесь холодная вода. То есть, ну, практически во всех квартирах, у кого-то там нет водонагревателя, холодная вода, она на кухне и в туалете, но не считая душа. Только в душе горячая вода у многих здесь. А вода, которая подаётся на кухню и в ванную комнату, это идёт с бочек, которые стоят на крыше и нагреваются. То есть, когда дни вообще не солнечные, вода холодная и на кухне, и в туалете. Ну, в основном солнечная, вода очень... Даже сейчас зимой хорошо нагревается и идёт прям горячая. Ну, чаще всего так, да. В душе всегда вода есть. В душе всегда горячая. Всегда горячая, отлично, там быстро нагревается, очень всё отлично. Да, вот это минус. У меня что-то это прям соединение глючит, он прям эфир приостановлен. Ладно, ты можешь пока переподключить свой. Да, он автоматически, вон повторное подключение. Да, у меня глючит немножко соединение. У нас Wi-Fi не очень хороший, что ещё один минус, наверное. Здесь не такой быстрый интернет, как в России. Да, и интернет дорогой. Большинство, да, операторов, провайдеров интернет-связи. Вот, второй минус такой значительный, это то, что мы мёрзнем. Ночью, особенно под утро, да? Особенно ночью, да. Ну, конечно, можно отапливать кондиционером, но... Нет, мы экономим. Мы не такие расточительные, да. Да, и часто мы просто предпочитаем помёрзнуть или попарить ноги. Под двумя одеялками, или, да, попарить ноги, или там в душе погреться перед сном, и всё. Ну, в общем, здесь действительно часто бывает так, что на улице теплее, чем в квартире. Ну, смотри, у нас, я ещё добавлю, почему у нас выгоднее греться в душе. У нас вода безлимитная, мы не платим за неё, мы платим только за электричество. У нас интернет и вода включены в стоимость квартиры. Ой, всем привет из Алании, тоже передаём вам привет. Привет! Мы тоже из Алании. Оля, здравствуйте, очень рада вас видеть здесь. Здравствуйте. Ну, и так, следующий минус, это... Ну, я не знаю, минус это или плюс, для кого как. Ну, мало людей, реально, не в сезон в Аланье, мало людей. Ну, может, это ещё связано с карантином. Да, из-за карантина мало людей. То, что большинство местного населения, да и кто здесь вообще живёт, они, ну, редко выходят на улицу. Но, кстати, вот по выходным вообще практически никого нет. Ой, закончилось у тебя что-то. Ну, соединение нестабильно, потому что, да... Нестабильное интернет-соединение, поэтому будем пока вещать в твой инстаграм. Ага. Да, людей немного, но, конечно, к сезону, к апрелю это 100% всё исправится, здесь будет просто основать толпы. Кстати говоря, когда мы приехали сюда в декабре, ну, это было начало декабря, мы вышли на набережную, и там было столько людей, что мы были в шоке после Сиде. В Сиде ещё меньше людей, чем в Алании. Ну, нет, там прям деревня-посёлка, а это прям такой полноценный курорт большой всё-таки. Алании большой город на самом деле. Так, далее... Что ещё ты хочешь сказать? Ну, вообще здесь меры, вот, касательно там ношения масок, да, они гораздо здесь строже, чем в России. Здесь вот нельзя просто там зайти в супермаркет без маски и что-то купить. Тут даже по улице идёшь просто там, не находясь в общественном месте, и приходится надевать маску, потому что без этого никак. У нас, по-моему, опять, да, разъединяется? Постоянно что-то разъединяется, а у тебя-то у меня. А потому что мы вдвоём сидим. Давай ты свой отключишь, у тебя там мало людей. Да нет уж. Динь, ну, кому-то придётся выйти, у меня было больше. Да нормально, нормально. Всё, у нас периодически вылетает, но вроде всё нормально. Да, вот как раз-таки вы можете сами понаблюдать, огромный минус – это интернет здесь. Нет, ну, зависит от провайдера. У нас тут Турк Телеком, самый популярный, это как наш Ростелеком, который, Турк Телеком, который все ненавидят, вот. И, тем не менее, многие им пользуются, потому что, мне кажется, он самый такой бюджетный. Я его буду называть Ростелеком, не Турк Телеком. В общем, да, не очень качественный, но у нас есть возможность, всегда есть возможность выбрать другого провайдера, там, из своего кармана заплатить. Но мы пока решили этого не делать, вот пока как-то терпим. Видео на Ютуб загружается, всё, там, фильмы, флэшди скачиваются, всё нормально. Недавно, я отклонюсь от темы. Ну, сейчас я два слова. По интернету. Ну, то есть, в принципе, хватает интернета, но иногда вот бывают разъединения такие, иногда. Итак, мы остановились на минусах жизни здесь, в Турции. Следующий минус, как, повторим, что мы сказали, потому что был нестабильный интернет, это строгое ношение масок везде. Даже вот по улице. Может, это и плюс? Без масок, может быть, это и плюс, конечно. Но вот люди, например, ты там, забыл маску надеть на тебя, люди как-то так, мне кажется, даже смотрят. Не, нормально. Ну, потому что все в масках, действительно, и здесь и сам приспосабливаешься к этому. Полицейские, полицейские, это... На набережной, да, если, ну, они там ходят, проверяют и тоже... Да, но они как бы добрые все, не знаю, как-то все так помашут, не знаю, скажут маски, и все. Маски, перчатки. В общем, следующее, это хэскод. В общем, это такая штука, если вы забираетесь в какое-то госучреждение или даже торговый центр, здесь нужно иметь хэскод, то есть, его можно получить по СМС, либо там через приложение. Код, да, на телефоне. Да, то есть, как бы авторизация, то, что, да, ты там можешь куда-то сходить. Вообще глупая вещь, непонятно, непонятно, для чего сделанная. Просто СМС-ка отправляешь на телефоне, тебе присылают этот код, там, и все, как бы ты идешь куда угодно. Ну, может быть, мониторить, например, если... Ну, какой-то мониторинг, да, но потом толпа людей в торговом центре так же ходится, и все. Ну, да, просто как бы контролируют, кто в этом торговом центре может... Ну, какой-то вред, да. Любой абсолютно может получить этот код, любой. То есть, даже с русским номером, вот, там, набираешь, там, определенные комбинации цифр, пишешь РУС, серия номер паспорта загранника, и все. Ну, я просто говорю, как получить, в общем, следующий минус, это то, что импортные товары здесь, в Турции, они гораздо дороже, даже вот, ну, чем, например, в России. И здесь у них НДС, по-моему, 18%, но все равно по цене это действительно дороже, чем в России. Вот взять, например, даже такие простые товары, как, там, я не знаю, импортный шампунь, там, или импортный сыр, импортное вино, например, вот, французское вино, которое мы вот к Новому году выбирали. И, действительно, тут минимум цена, это 900 рублей за бутылку, то есть, ну, ощутимо. Ну, нет, это если в Метро, вот, да, видео на Ютубе есть про Метро, там, по-моему, 45-50 лир минимум, это местное вино. Это местное, я говорю про импорт. Импорт, ну, да, 80, наверное. Импорт, минимум, это 800-900 рублей на наши деньги. А вот, а если брать, например, турецкие товары, то здесь они, ну, дешевые, потому что они облагаются 8% НДС. Да, точно, 8%. Да, 8%. Не помню. Далее, здесь 4 раза в день молитвы. Ой, вот это меня, конечно, да, ну, просто непривычно нам, конечно. Мы живем возле мечети, но даже если бы мы жили там не вот прям возле нее, здесь их очень много на самом деле. И бывает, что мы просыпаемся по утрам, где-то в 7 утра первая молитва начинается. Без 5-7, без 5-7 первая молитва начинается, да, и мы такие, опа, все по режиму. Все, мы просыпаемся. 7 утра, да. С другой стороны, это удобно, потому что ты можешь привыкнуть к режиму, так, ориентируясь на молитву, там, в 7 утра все, начал петь, все, встаешь, умываешься, там можно бегать, пойти на пляж. Ну, это удобно, когда ты живешь по режиму, когда у тебя тут есть, там, работа. Вот сейчас мы работаем больше онлайн, и нам пока не очень комфортно просыпаться в 7 утра. Ну, да ладно. Учитывая, что у меня есть одна тренировка, два раза в неделю в 4 утра, которая начинается, да. Когда ты раньше в духов встаешь. Далее, ну, можно, наверное, отнести к минусу, для нас, по крайней мере, да. Ну, то, что эта страна, она все-таки здесь со своей религией, и здесь, ну, часто вот можно встретить женщин, которые полностью, ну, закрыты, и когда ты идешь рядом с ними там в платье, немножко себя, конечно, некомфортно чувствуешь. Ну, это, наверное, дело привычки. Ну, это дело привычки, да. Конечно, не как в Эмиратах, да, здесь, но все-таки... Ну, здесь и очень много таких довольно свободных людей, даже, вот, сколько мы видели турчанок, которые с голыми пупками ходят, да. Ну, да, молодежь, она такая, все там. То есть, люди разные везде, поэтому на этом тоже не будем заострять внимание. Ну, просто, может, ты хочешь сказать, что мы, как бы, для себя отметили, что для ПМЖ это не наша страна. Ну, да, скорее всего, да. То есть, у нас все-таки ближе европейцы, вот, европейская культура. Вот, пользуясь моментом, расскажу анекдот. Мы недавно ходили в магазин, и там, ну, действительно, очень много русских встречаешь практически в каждом магазине, куда заходишь. И там, в общем, мужчина, ну, местный житель, он турок, поворачивается ко мне и говорит на русском, что происходит? Слева русские, справа русские, я что, в Россию попал? Турок на русском, да? Да, ну, он хорошо разговаривал на русском. Я говорю, ну, да, похоже на то. Ну, это всегда так вот, в какой бы магазин ни пошли, там, в небольшой супермаркет, там, щелк, да, там, или в метро, везде наши, везде. Везде встретишь русских. Да, не, не, я, ну, как бы нормально отношусь, я не сторонюсь, я, наоборот, с удовольствием познакомился бы. Да, кстати, давай я скажу, тут есть русское сообщество, огромное, да, в соседнем Мухмутларе, здесь, в Алании. И вот, и мы сейчас уже все списываемся в телеграмме, в группу Алании. Вот, вот. На фейсбуке очень много групп смес. Да, собираемся вот в футбол пойти поиграть на пляже в ближайшие дни, думаю, соберемся. Так что все потихонечку перезнакомимся тут, вот, думаю. Да, сообщества русские, они и в Алании есть, и в Мухмутларе, и в соседних курортах. Вот, больше всего мы наслышаны про Мухмутлар, что там российских, ну, как бы, русских людей уже больше, чем коренных жителей. Да, действительно, превышает. Ну, говорят, что до 40 тысяч, там, вроде бы, русскоговорящих. То есть, вот так, вот так. Вот так. Ну, ладно, перейдем к плюсам, наверное, минусов мы уже предостаточно рассказали. Плюсы, ну, во-первых, это погода. Каждый день, каждый здесь зимний день, он теплый. Даже если, ну, бывает такое, что дождь, да, ты выходишь на улицу, все равно тепло, даже если как-то пасмурно. Сильно затяжных дождей здесь нет, ну, максимум, там, 2-3 дня, когда есть дождь, ну, не вот он льет. Да, давай, я вот весь декабрь наблюдаю за погодой, у меня там в телефоне несколько городов стоят, да, там, любимый Бенедор, испанский, Тенерифия, Новокубышевск, Амара, да, ну, для сравнения, и Алания. Вот, и такая статистика показывает, что температура в Алании сейчас, там, средняя у нас получается, там, 17-20 градусов в декабре. Вот, она такая же, как на Тенерифе, то есть, ну, очень тепло, да, там, Канарские острова, они круглогодичные, да, острова вечной весны. И здесь получается тоже очень такая самая теплая точка. Континентальное побережье Испании, то есть, оно холоднее, на 5-7 градусов оно холоднее, в Бенедорме сейчас 7-8 градусов, вот, у нас 18. Небольшое отступление, чтобы все поняли, где хочет пожить Денис. Нет, здесь очень-очень тепло, на самом деле, я удивлен, что здесь такая погода и очень круто. Да, да, кстати, вот то, что я тоже отметила, например, вот до этого мы в Сиде жили какое-то время, там, неделю, вот, по вечерам здесь гораздо комфортнее тепло в Алании, здесь теплее по вечерам, потому что вот в Сиде наступление вечера и резкое похолодание, то есть, там уже мы в ветровках выходили вечером. И в Анталии также, да, а здесь довольно комфортно, тепло даже выходишь, там, вечером на балкон и не мерзнешь, скажем так. Да. Вот, это, конечно, плюс, ну... Летом, наверное, будет жара страшная. Климат замечательный, что говорить, здесь море, в любой момент, когда ты можешь увидеть море, это восхитительно. Ну, каждый день мы к морю не ходим, чтобы не привыкать. Сейчас, да, 3 января, у нас до 4 такой карантин, и не карантин, а это комендантский час, да? Ну, да, с 1 по 4 января здесь, там, до 5 вечера. В принципе, можно сходить погулять, там, на море, да, ну, не знаю, мы просто ленимся, наверное, пока. Ну, кстати, это вот, что касательно туристов, там хоть поздно ночью гуляем, ничего не будет. Для туристов таких запретов нет, в принципе, то есть, можно ходить, гулять, и все нормально будет. Да, никто там не загонит вас обратно в отель, там, максимум могут спросить, из какого вы отеля, и все в порядке. Так, ну, и, конечно, стоит отметить природу, горы здесь, в Аланье, очень красивых и даже исторических мест, куда обязательно стоит сходить. Вот, кто у нас есть на ютубе, видели нашу пробежку по Аланье. Мы поднимались в гору. Так, кусочек коротенький. Да, мы поднимались в гору, где находится крепость старинная, 13 века, если я не ошибаюсь, ну, не будем в это углубляться. Да, да, вроде 13 век, да. Вот. Ну, это вот такие самые большие плюсы, что касательно климата, природы, моря. Мне кажется, это самый главный плюс. Самый главный для жизни, в принципе, да. Качественные продукты и отличный климат. Они перебивают все минусы. То, что до этого мы говорили, минусы, это не минусы по сравнению с этими двумя плюсами только. Да, следующий плюс это продукты. Во-первых, это продукты, овощи, фрукты. Круглый год здесь это все по большей части местное. Это все свежее, вкусное. Действительно вкусное, потому что я вот, ну, не знаю, когда мы жили дома в России, я вот вообще как-то не очень любила зелень есть, потому что для меня она была какой-то безвкусной. Здесь я полюбила очень многое, что я не любила, например, дома. Да, да. Кстати, вот мы еще в отеле познакомились. Вот как-то портулак, вот эта трава такая, она кажется вроде безвкусной, но что-то там такое есть. Морскую капусту я полюбила, хотя я от нее, у меня было отвращение, когда мы ее покупали там, например, в пятерочке или в каких-то консервных банках. Это совершенно другое, когда ты пробуешь, это свежее. Вот, так же... Шпинат, да, шпинат много покупали, прям килограмм практически. Килограмм. Такой пучок огромнейший вот такой пучище. Да, кстати, он долго хранится. Мы его полторы недели ели. Здесь рядом с домом у нас рынок, то есть буквально 5-7 минут мы на рынке. Вот на Новый год мы покупали свежие, как это называется, лангустины? Ну, большие креветки, прям большущие. То есть это тоже совершенно другой вкус, когда ты покупаешь свежие, а не замороженные или там уже сваренные и замороженные, как вот часто у нас креветки продают в супермаркетах. То есть это совершенно другое, это полезнее. Ну, конечно, топ это фрукты и зелень здесь. Фрукты, зелень, овощи, очень низкие цены. Низкие цены и на фрукты очень низкие. То есть мы примерно такую закономерность увидели, что вот, например, у нас апельсины, там у нас в городе Самар, Новокубышев, где-то 130-140 рублей за килограмм, здесь они 40-50 рублей за килограмм. Ну, вот много таких фруктов, которых здесь 2, а то и чаще даже в 3 раза дешевле, чем в России. Ну, это понятно, потому что они местные. Далее мы очень много говорим о продуктах, но здесь также недорогая аренда недвижимости. То есть, ну, грубо говоря, средняя цена это около 15 тысяч рублей, чтобы жить в шаговой доступности от моря. По-моему, это просто восхитительно, потому что на нашем юге, я уверена, таких цен быть просто не может. Там, брать Сочи, какая-то дорогая недвижимость, это просто небо и земля. Также, ну, довольно спокойная эпидемиологическая обстановка, что сейчас очень насущный вопрос такой. Хотя слышим много новостей тоже там, ну, то, что в Турции там увеличились какие-то там количество заболеваемых. Ну, по крайней мере, в Валайи, тихо спокойно. Здесь об этом не слышно. Ты сидишь, в деревне своей сидишь и вообще ни о чем не думаешь. Сходил на море, погулял в магазин, всё. Как бы... Действительно, деревня. Ничего не напоминает, да. Хотя город большой, да, но ничего не напоминает о таких вещах, вот, о карантине. Только в масках ходят люди там, да, ну, иной же ходит и ходит. Ну, значит, это хорошо, что все ходят в масках. Также всё находится в пешей доступности. То есть, так как город сам в себе ланит, ну, небольшой, мы живём, так сказать, в его... Не, ну, он, как бы, он большой, да, он вытянут вдоль моря, там, вот эти районы центра Алании, да, вот, пляж Оба, там, потом Кестель. Ну, очень удобное расположение, там, даже вот садишься в автобус. Районы друг в друга переходят, он вытянутый. Вот. Так-то он довольно большой, пешком тяжело пройти уже. Ну, всё, что необходимо, там, рынок, там, куда мы ещё ходим, кроме рынка, моря. Привет! Всё в пешей доступности. Это тоже большой плюс. Далее, здесь вот очень удобные вылеты, например, по Турции, там, вот, слетать в Стамбул, это, во-первых, недорого, это близко. Ну, давай, поясним, у нас тут недалеко аэропорт Гази-Паша есть, да, до аэропорта Анталии подальше, там, 150 километров, 150-160, вот, до аэропорта Гази-Паша, это в сторону Мерсина, это южнее, вот, ну, поближе, намного ближе, километров 40, если я не ошибаюсь. Ну, вот, ну, то есть, недалеко до аэропорта, да, и летать по Турции, вообще, Турция хороший хаб, чтобы, там, куда-то перелетать, да, или, там, в арабские страны, или в Азию, или в Европу, даже, из того же Стамбул, или из аэропорта Гази-Паша, ну, вот, очень выгодно. Ну, в любой момент мы можем, как бы, куда-нибудь слетать, и слетать дёшево. Ну, то есть, аэропорт рядом, или это Анталия, или Гази-Паша, что ещё гораздо ближе. Да, плюс переправу, скажу про переправу. Обязательно, да, расскажу про то, что здесь можно на Кипр, на Северный Кипр, на пароме, как правильно сказать, сплавиться? Переправиться. Переправиться, да, это будет стоить около, там, трёх тысяч рублей. Две девятьсот, да, в рублях стоит. И вот ты уже на Кипре. А где Северный Кипр, там и Южный, а где Южный, там зона Евро, если хочешь подработать, Еврики, там, на Юг, раз-раз-раз, перебрался, всё, подработал, и обратно в Турцию, тратить Еврики. Да, далее, в сезон много работы здесь, действительно, это можно работать и в отелях, здесь их очень много, и люди здесь нужны, и особенно русскоговорящие, потому что много туристов из России. Даже местные говорят, а в сезон работы будет. В сезон у всех будет работа, кто действительно этого хочет, и кто постарается об этом заблаговременно. Ну да, есть тут нюансы, если официально устраиваться на работу, официально, конечно, тяжело, потому что... О, маму не подсоединился. Официально тяжело, потому что на каждого работающего иностранца нужно нанимать пять турок местных на работу, вот, но можно. Вот, ну, всё, да, можно найти работу. Здесь местные, местные турки, далеко не все говорят по-английски, в основном по-русски многие говорят, вот. Вот, ну, опять же, во многие организации требуются русскоговорящие и англоговорящие, вот. Поэтому работу, если говоришь, наверное, на английском, говоришь на русском, если немножко знаешь турецкий, то всё, тебя точно возьмут. Если ты можешь как-то переводить, да, между местными клиентами, там, русскоговорящими или англоговорящими, то всё, работа точно будет. И стоит упомянуть тогда и минус такой, что не в сезон здесь, вот, по крайней мере, в курортных таких районах, как Аланье, там, близлежащие посёлки, которые меньше, здесь, конечно, нет работы не в сезон. Поэтому, если у вас нет каких-то там онлайн-подвязок, что вы можете зарабатывать удалённо, это, конечно, будет очень тяжело здесь провести зиму без этого. Поэтому зимой работы нет, даже для многих местных жителей. Да, кто-то летом, как обычно, на курортах зарабатывает летом, потом зимой тратит отдыхает. Да, должны быть какие-то резервы. Так, ну и теперь переходим к теме про Аланью. Да, немножко расскажем про неё. Что ты хотел рассказать про Аланье? Хотя мы, в принципе, уже пока рассказывали. Ну всё, да, рассказали. Мы упомянули про то, что здесь есть фуникулёр, можно подняться в гору для тех там, для кого... Ну всё это есть у нас на видео, пробежки по Аланье, там фуникулёр мы сняли. Да, каждое утро мы здесь наблюдаем, вот возле дома у нас есть гора, там парапланиристов очень много. Да, 45 евро стоит полёт один с инструктором. Вот, но всегда можно сторговаться там на 5 или даже 10 евро скидку сделать. Да, и вот мы тогда переходим к следующей теме. Это шаги для тех, кто собирается переехать в Турцию, что необходимо знать и к чему нужно быть готовым. Первое, конечно, это запас средств, потому что когда вы будете здесь арендовывать недвижимость, чаще всего получается так, что вы отдаёте сумму за месяц, и эту сумму умножаем на 3, потому что это депозит и это комиссия агентству. Здесь практически все риэлторы, конечно, можно найти частников, но это сложнее, их меньше, людям проще отдать свою недвижимость. Большинство владельцев недвижимости не говорят по-английски, по-русски с ними. Да, очень тяжело будет договориться. Такие серьёзные вопросы, как аренда, будет тяжело решить, не зная, там, ну, хотя бы один, если у вас нет, хотя бы одного общего языка, там, более-менее. Вот, поэтому запас средств, конечно, это важно. Если брать среднюю стоимость недвижимости в месяц, это где-то 15 тысяч рублей. 15-16, да, за 1 плюс 1 или студия. Да, это чисто аренды, это не там без воды, без электричества, поэтому придётся отдать, там, в первый месяц около 50-60 тысяч с учётом депозита и комиссии агенту. Ну, и первый месяц проживания. Депозит, он возвращается, для тех, кто не знает, то, что если там в порядке всё с квартирой, с мебелью, с бытовой техникой, депозит возвращается, или он идёт в счёт последнего месяца аренды. Вот, второе, к чему нужно быть готовыми, если вы собираетесь сюда приехать больше, чем на 3 месяца, это оформление ВНЖ, вида на жительство, чтобы пребывать здесь легально. Если вы будете самостоятельно оформлять ВНЖ, а в Турции, по-моему, это сделать проще, чем вообще в любой какой-то стране, это выйдет около 7 тысяч рублей. Сюда входит медицинская страховка, которую необходимо оформить здесь, в Турции. Это... Фотографии. Ну, это сделать фотографии биометрические. Заверение нотариусам, договоры аренды. Договоры аренды заверить, и вот эти основные 3 статьи расходов. Да? Вроде бы, да. На человека около 7 тысяч выходит оформление ВНЖ. А, и ещё в эту сумму уже включена пошлина, то есть в государство, и за саму карточку ЭКОМЕТ, по виду на жительство, за неё тоже надо заплатить. То есть выходит около 7 тысяч рублей на человека оформить здесь ВНЖ. Ну, упомянём, что мы уже подали документы, и нам назначили встречу, чтобы отнести все необходимые документы. Про документы отдаёмся, да. Да, в миграционный центр. И потом уже через неделю-две будет решение, и после этого решения, недели-три ещё надо будет подождать, и пришлют карточку. Да, то есть мы где-то там в 20-х числах декабря подали заявление, что у нас уже всё готово, что мы готовы отдать эти документы в миграционную, и уже на 19 января нам назначили встречу. То есть, ну, не так долго. Хотя обычно бывает быстрее, просто сейчас очень много желающих. Очень много желающих, вся Россия выехала сюда, наверное. Ну, возможно. Так, ну и первичные расходы, и продукты, это выйдет первый месяц около 15 тысяч рублей на человека, потому что, ну, когда заезжаешь, всегда нужно там кастрюлю купить, швабру, и всякие такие вещи. Высокие за первый месяц. Да, поэтому, ну, сколько суммарно выходит, если вдвоём? Ну, 30 тысяч в рублях, если. Я имею в виду и продукты, и ВНЖ, и... А, и ВНЖ, ну, считай, примерно на двоих, ну, 100 тысяч на двоих, 90-100 тысяч на двоих. Это первый месяц. Потом, конечно, всё будет дешевле. Уже и ВНЖ не надо оформлять, и уже не будет каких-то первичных таких важных вещей, которые нужно купить домой. Ну, и, в общем, если всё это объединять в шаги, то первое, это, конечно, нужно забронировать выгодный тур дешёвый сюда, в Турцию, чтобы прилететь. Это будет выгоднее даже, наверное, чем отдельные билеты покупать. Вот, особенно в зимний период, зимой туры вообще очень дешёвые. Вот, и за этот период, который вот у вас тур здесь будет, там, допустим, 7 ночей, вы взяли, и за эти 7 дней вы ищете жильё здесь. Вот, потом вы его находите, арендуете. И третье, это, наверное, поиск работы. Если нету онлайн-работы или какой-то дистанционной, то нужно заняться поиском работы, либо поиском работы на сезон уже. Ну, заранее, да. Да, да, заранее подготовить. Уже зимой здесь работодатели начинают рассматривать ваше резюме. Это, я упомянула, работа в отелях, работа у туроператоров. Здесь можно работать в местных туристических агентствах. К недвижимостью можно работать. Можно, да, всё, что связано с недвижимостью. А, мы, кстати, забыли сказать такой большой плюс про недвижимость, то, что здесь действительно очень много нового строящегося жилья. Да, кстати. И это большие перспективы, например, если взять здесь квартиру, потом её сдавать в аренду, например, или как инвестиция, или для собственного проживания. Здесь очень много вариантов. И вот даже мы недавно шли просто погулять, и у одного агентства по недвижимости увидели там какие-то картинки, остановились, начали рассматривать. Они нас быстренько пригласили к себе в агентство, начали всё рассказывать, и даже бесплатно предложили нас повозить по побережью. Экскурсия по побережью, где у них строятся дома. Ну да, показать. Ну, то есть, они говорят, вы у нас не обязаны ничего покупать, просто мы вас можем бесплатно свозить, посмотреть, вот, показать, что у нас есть, какие варианты. Вот, а там уже сами решайте. Вот, ну, в принципе, всё, да, мы хотели уложить в 15 минут, мне кажется, мы минут 30 здесь вещали. Если у вас есть какие-то вопросы, мы будем очень рады ответить на них, мы очень рады, что вас много. Ну да, и, кстати, какие-то пожелания на большие такие видео, на какие-нибудь там темы, какие темы вам интересны, пишите в комментариях, и мы будем на YouTube загружать, снимать будем видео для нашего канала, вот, и, в общем, всё это будем освещать. Будем делать больше прямых эфиров, если вам интересно, задавайте вопросы сейчас, можете задавать вопросы в Директ, и мы будем освещать эти темы в наших следующих прямых эфирах, либо на нашем канале на YouTube. Для тех, кто ещё на нас не подписался, обязательно сделайте это. В следующий раз, наверное, попробуем сделать прямой эфир уже на YouTube, вот, ну, посмотрим, как у нас с интернетом будет и прочее, вот, ну, подписывайтесь обязательно. Да, всем привет, и, наверное, будем уже прощаться. И пока. Пока-пока. 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 Пока-пока.